Провайдер SkyNet обеспечивает беспроводным интернетом и цифровым телевидением дома и бизнес. От других интернет-провайдеров этот отличается тем, что упор сделан не на столицу, а именно на регионы страны. При этом интернет доступен всегда на максимальной скорости. Количество абонентов уже превысило отметку в 12 тысяч. Мы занимаемся интернетом, доступом в интернет в регионах, оказываем услуги интернета в труднодоступных, удаленных районах. Там, где сегодня нет хорошего, нормального интернета, мы даем безлимитные, хорошие скорости. Мы в семи областях – и в Баткенской, и в Вожской, и в Джалабадской, и в Нарынской, и в Таласской, и в Чуйской, и в городе Бишкек немножко есть. 95% – это частные пользователи. Это, как правило, семьи, которым нужен хороший интернет. Сейчас время онлайн-обучения, поэтому особенно сейчас это очень актуально. Есть идея, бизнес-план и стартап, а вот инвестора нет. Это то, с чем сталкивается большинство стартаперов. Интернет-провайдеру финансовую поддержку оказал Российско-Кыргызский фонд развития. Было закуплено дорогостоящее оборудование для проведения коммуникаций. В нас фонд поверил. То есть для нас это хорошая поддержка как в моральном плане, так и материальном, потому что сейчас мы прошли первый этап финансирования, сейчас вот дальше-дальше будем развиваться. Сама отрасль телекоммуникации, она очень емкая. То есть, другими словами, это тот бизнес, который любит большие деньги. Чем больше денег в компании будет вложено, тем больше самоотдачи в коэффициенте будет. РКФР продолжает помогать предпринимателям, преследуя главную цель – развивать экономику Кыргызстана, бизнес и дать начинающим компаниям возможность роста. Поддержкой фонда уже заручились более 2,5 тысяч проектов на сумму почти полмиллиарда долларов. Россия таким образом выступает одним из крупнейших инвесторов. Мы уже не можем отрицать, что фонд состоялся, и он является действительно инструментом развития и поддержки экономики Кыргызстана. Предоставили нашим заемщикам в рамках антикризисных мер послабление, то есть это и по процентам, и по основному долгу. Мы ожидаем, что этот год будет более успешным, и тем более в преддверии визита президента, я думаю, что очень много будет решено вопросов. И визит президента, наверное, придаст такой импульс именно российско-кыргызским взаимоотношениям и экономическому партнерству. Для Кыргызстана Россия – один из основных торговых партнеров и занимает первое место по объему товарооборота. По объективным причинам в прошлом году объемы экспорта и импорта снизились. Товарооборот между странами составил чуть более полутора миллиардов долларов. Из них экспорт составил 241,6 миллионов долларов, а импорт составил 1316 миллионов долларов. В основном из Кыргызстана экспортируется в Российскую Федерацию. Это такие товары, как продукция легкой текстильной промышленности. Туда входит одежда, обувь, текстильные изделия и хлопок, волокно. Также овощи, фрукты, молочные изделия. Из Российской Федерации в Кыргызскую Республику – это такие товары, как нефтепродукты, газ природный, продовольственные товары, сельхозтовары. Чтобы увеличить товарооборот между странами, уже разработан план. Он включает в себя создание торговых домов в Екатеринбурге и Новосибирске, организацию B2B – встреч для предпринимателей двух стран. Прорабатывается также вопрос создания двух совместных торгово-логистических центров на территории Кыргызстана. Россия была и остается основным стратегическим партнером Кыргызстана. О чем новый глава государства, как только пришел к власти, как только во время инаугурации проведения, Сады Джапаров на этом акцентировал особое внимание. По прогнозам российских экономистов, российская сторона или российский бизнес, наверное, может прийти и здесь начать работать. Но для этого должны быть выполнены определенные условия. Конечно, это защита инвестиций, защита вложений. Многое будет зависеть от нового правительства, как оно будет выстраивать вот эти двухсторонние связи. Отношения Кыргызстана и России исторически достаточно важные. Сотрудничество двух стран сегодня характер носит многоплановый. Он определяет вектор стратегического и союзнического взаимодействия двух стран. Активно Кыргызстан и Россия сотрудничают и на многосторонней основе в рамках международных организаций, в том числе ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и ШОС. Наращивание отношений в рамках ОДКБ с Россией и другими партнерами жизненно важно. Я думаю, что в ходе визита президента эти вопросы тоже будут рассматриваться, вопросы безопасности. Ну и, конечно, вопросы экономики. Я думаю, что Кыргызстан предложит некие проекты, глобальные, довольно-таки большие проекты, которые заинтересуют Россию. О связях, объединяющих народы Кыргызстана и России, роли русского языка и перспективах двустороннего сотрудничества рассказал президент Садыр Джапаров в своей статье в газете «Слово Кыргызстана». Перекрестный год двух стран только подтвердил особый характер отношений и интенсивный политический диалог. Из-за пандемии, однако, провести все запланированные мероприятия не удалось. Объявленный 2020 год Перекрестным годом России и Кыргызстана стал еще одним стимулом для дальнейшего развития отношений между нашими странами. Целями более двухсот мероприятий, включенных в его программу, являлись активизация двустороннего взаимодействия, развитие прямых дружеских контактов граждан наших стран. Удалось провести торжественное открытие Перекрестного года, однако часть мероприятий пришлось переформатировать. От имени многонационального народа Кыргызстана я предлагаю продлить сроки проведения Перекрестного года. Уверен, что найду поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства. Свой первый зарубежный визит глава государства совершит в Россию уже 24 февраля. Программа визита запланирована крайне насыщенной. Внешно-политический курс Кыргызской Республики нацелен на дальнейшее укрепление и всестороннее расширение и развитие союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией. В рамках предстоящего визита Садр Джапаров проведет двусторонние переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия. В ходе визита также планируется проведение двусторонних встреч главы государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Кроме ряда двусторонних встреч на высоком уровне, президент Садр Джапаров также встретится с кыргызстанцами, проживающими в России, и бизнес-сообществом. Глава государства не раз отмечал, что укрепление дружбы и развитие союзнических отношений между двумя странами продолжится и далее. Аяна Дюшикеева, Эсентурабыкеев, Аллато, 24.